В Доме художника состоялось открытие выставки под названием «Кафедра-2». Экспозицию составили произведения первокурсников, студентов старших курсов и преподавателей в ГПУ. Эта выставка принципиально отличается от многих других тем, что кроме картин на ней представлены интересные панно с ретроспективой нашего города и разнообразные предметы одежды ручной работы. Это вторая выставка отчетная, которую кафедра показывает после прошлогодней, которая называлась «Кафедра-1». Мы решили, что мы будем постоянно это показывать. А что, собственно, показывать? Мы показываем работу наших студентов и работу наших преподавателей. Дело это рискованное, потому что обычно преподаватели боятся вот так открыться перед студентами. Студенты более смелые, но вместе они очень нечасто выставляются. Студенты хоть и смелые, а все равно переживают за свои произведения ничуть не меньше преподавателей. Большинство здесь представляют дипломные работы. О своем проекте нам рассказала выпускница этого года Ксения Новикова. На данной выставке представлена одна вещь из моей дипломной работы на тему русского андегарда, конструктивизма. Здесь представлено мужское пальто. Оно двухстороннее, с декоративной отстрочкой. Очень много здесь ручного труда, имитация металлических конструкций. А также есть две работы, графика, посвященная женщинам-конструктивисткам Степановой и Поповой. Это пальто интересно еще тем, что из-за сложной конструкции носить его смог бы только высокий и достаточно выносливый мужчина. А здесь дизайнерские платья, сарафаны и стилизованные футболки, в том числе и работы ведущих художников нашего города – Владимира Маяковского, Тамары Приказчиковой, Олега Колбашова и Светланы Кузьмичевой. Эта выставка у нас продолжает цикл работ кафедральных, учителя и ученики. Если прошлая у нас была юбилейная выставка, то сейчас мы показываем работу студентов за последних три года. Дипломная работа, то, что было сделано, потому что дипломная работа – это уже представление сложившегося художника. Поэтому здесь очень много всего интересного – это и ткани, это и панно, это и гобелены, это и костюм, это и живопись, и графика. То есть все замечательно и красиво, мне так кажется. Посетить такую насыщенную экспозицию будет занимательно не только студентам художественных направлений, но и людям далеких от текстильного искусства. Выставка продлится в Доме художника до 15 декабря. Анастасия Бриолина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.